Музон представляет В эфире Музон проект Sweet News Самые вкусные, самые сладкие и самые шоколадные новости И вновь в эфире лучшего музыкального телепроекта Sweet News Новости о вкусняшках и не только Их с радостью представлю вам я, Маржан Атиген Владелица пекарни в Алматы и Нурсултане Ароматный кофе, потрясающие завтраки и вкуснейшая выпечка Это далеко не все, чем я готова вас побаловать Кстати, мы начинаем Итан Роджерс, шеф-повар из Англии, придумал весьма интересное блюдо Позволяющее соблюдать требования социального дистанцирования При посещении заведений общественного питания Это массивный бутерброд длиной 198 см Новинка под названием Back to Work Baguette представляет собой двухметровый багет с беконом и колбасой Сообщается, что такой бутерброд может накормить двух человек, которые вместе обедают, но не могут сидеть рядом друг с другом Надкусывая бутерброд с обеих сторон, посетители заведения соблюдают надлежащую дистанцию друг с другом Стоимость такого длинного бутерброда составляет 24 доллара Хотя идея кажется восхитительной, остается вопрос Как соблюдать рекомендуемое социальное дистанцирование, когда оба человека съедают бутерброд почти до середины Большинство родителей знает, насколько дети разборчивы в еде и как сложно бывает порой им угодить При этом для малышей важен не только вкус еды, но и привлекательный внешний вид С этой задачей удивительным образом удалось справиться маме трех девочек из Токио Женщина, известная в социальных сетях, как и Тони Мама, готовит на завтрак восхитительные блюда, от которых не откажутся даже взрослые Основным компонентом блюд в стиле бенто или ланчбокс является яичница, которой талантлива мама оформляет стили различных мультипликационных персонажей и животных Например, Винни-Пуха, Микки Мауса, Покемона, Пикачу, Миньонов, забавной свинки и так далее С помощью кусочков водорослей нори, плавленого сыра, помидоров и других ингредиентов чудо-мама рисует на яичных желтках замысловатые мордочки По совету своей знакомой, женщина начала делиться фотографиями кулинарных творений на своей страничке в Инстаграм И на сегодняшний день имеет более 100 тысяч подписчиков Также японка выпустила кулинарную книгу, призванную помочь родителям в оформлении блюд для своих детей Сырники Даже слово какое-то вкусное, вам не кажется? Начать разговор про историю сырников, пожалуй, стоит не самого блюда, а створога, из которой данный десерт готовят уже не одно столетие А вместе с этим исследованием мы заодно узнаем, где же впервые были созданы Итак, существует несколько версий, как появился этот кисломолочный продукт И все они, надо сказать, имеют право на жизнь Давайте рассмотрим их поподробнее и разберемся, как готовить сырники Поскольку на первых порах данный продукт производится естественным путем из сырого молока, его и называли сыр Но славяне пошли дальше, решив продлить срок использования продукта, который очень быстро портился И они начали томить молоко в печи на слабом огне Глиняные горшки стояли там несколько дней, а когда образовывался сыр, его несколько раз отжимали и отправляли под пресс Таким образом, древний творог сохранялся в подвале несколько недель Сегодня сырники подаются сметаной, джемом, сгущенным молоком и не только В пекарне Мажану Тиген я рекомендую вам отведать фирменные сырники с горячим чаем Это вкусно, уверяю вас Вот, собственно, и все Меня зовут Мажану Тиген, и я рада была поделиться с вами вкусными и сладкими новостями Подписывайтесь на мой аккаунт и приходите в мою пекарню Всем отличного настроения Оставайтесь на Музон, ведь только тут лучшая музыка Всем пока-пока В эфире Музон, проект Sweet News Самые вкусные, самые сладкие и самые шоколадные новости Субтитры создавал DimaTorzok